Сначала эту оценку делаем за счет 83-го, а если мы еще ниже оцениваем, то теперь такая оценка идет за счет 91-го счета. Ранее шел 84-й счет. Поэтому вот такие критерии переоценки у нас тоже поменялись, но нужно отразить это в текущем году. В связи с этим уже изменяется первоначальная стоимость данного основного средства, а значит оно уже попадает под налог на имущество, изменяется исходя из этого валютобаланса. То есть это тоже вот такой критерий, который следует сюда включить. Ну, собственно говоря, это то, что касается основных средств. Опять же, к основным средствам. Если вы принимаете к учету основное средство для деятельности не облагаемой НДС, то ваш НДС в стоимость попадает, он становится невозмещаемым налогом и участвует в формировании этого основного средства. Ну а для обычной деятельности НДС, значит без НДС сюда попадает основное средство, НДС просто берется уже к вычету и работает по своим правилам. Далее, следующее доходное вложение в материальные ценности. Ну это по-прежнему счет, который организации, например, используют для того, чтобы приобрести и учесть, например, те же основные средства или какие-либо материальные ценности, например, для, ну как правило, считаются основные средства, для передачи в лизинг, для передачи в прокат, для сдачи в аренду. То есть когда у организации такая деятельность является как бы специальной, то есть она именно в этом отношении работает. Поэтому, например, те же лизинговые компании. Ну а если вы приобрели на условиях лизинга объект, то, конечно, 0,3 счет вы не применяете, вы применяете там 0,8, 0,1 счет, потому что вы приобрели объект основного средства для своей деятельности. Дальше, следующий показатель финансовое вложение. Финансовое вложение. Вот в статье вне оборотной активы и оборотной активы у нас тоже есть финансовые вложения, за исключением денежных эквивалентов. Дело в том, что здесь, как правило, считается, применяется ПБУ 19 по учету финансовых вложений. 19 ПБУ учет финансовых вложений. Там говорится о том, что к финансовым вложениям что у нас относится? Это вклады в уставные капиталы других организаций, это передача, например, по договору простого товарищества, это приобретение различных ценных бумаг, акций, облигаций. Далее, здесь, например, учитываются денежные средства, которые переданы взаймы. Но в 19 ПБУ говорится общий результат вот этого, как бы понятия финансовых вложений. Здесь говорится, что к финансовым вложениям относятся только те активы, которые имеют возможность приносить доходы организации в будущем. Поэтому, например, беспроцентные ценные бумаги, беспроцентные займы не относятся к понятию финансовых вложений. И поэтому даже если вы вдруг учитываете их на 58-м счете, это не основание к тому, что вы учтете их по этой строке. В этом случае вы в строку финансовые вложения выделите только то, что у вас имеет проценты. То есть вы, по сути дела, эти финансовые вложения осуществили с целью получения выгоды экономической. Даже если намерения такие были, но процентов нет, все равно вы учитываете по этой строке. А вот если изначально намерения не было, то есть я имею в виду только вот такие исключения, это ценные бумаги, например, там те же, к примеру, вексели, облигации непроцентные, и, например, займ передали беспроцентные. Вот в этом случае вы в эту строчку не включаете. Дальше финансовые вложения также делятся на долгосрочные, краткосрочные. И если ваши финансовые вложения имеют там срок погашения более 12 месяцев, значит вы относите их вот в финансовые вложения, которые относятся в раздел внеоборотные активы. Ну а если ваши финансовые вложения имеют срок погашения менее года, значит относите во второй раздел в оборотные активы. То есть таким образом распределяйте их туда. Если, например, у вас есть непроцентные, опять же я имею в виду, какие-то ценные бумаги, или если у вас есть беспроцентные займы, то следует их отнести в прочие внеоборотные активы, ну или если опять их срок менее 12 месяцев, то в прочие оборотные активы. Далее, отложенные налоговые активы. Это наш 0,9 счет, мы отражаем здесь сальдо по 0,9 счету, это если организация полноценно применяет 18 ПБУ. Кстати, в 18 ПБУ в 22 пункте сказано, что отложенные налоговые активы и обязательства могут в бухгалтерском балансе отражаться свернуто. И это правило в принципе уже сегодня все поддерживают и никто ни у кого не вызывает сомнения. Например, если вы формируя или применяя 18 ПБУ, видите, что у вас есть показатели на 0,9 счете и на 77 счете, по 0,9 по дебетовой стороне и по 77 по кредитовой стороне, то при формировании баланса вы их можете свернуть и затем отразить наибольшее сальдо. Если сальдо больше на 0,9 счете, значит отражаете в отложенных налоговых активах. Если в этом случае будет перевешивать сальдо 77 счета, значит в отложенные налоговые обязательства. То есть можно в этом случае их свернуто отражать. Это тоже никоим образом не является нарушением. В этой ситуации, да, если вы будете показывать баланс, но там несложно это сделать. Вы можете свернуть и показать таким образом. Значит, это опять же, если вот так полноценно применяется... Каждая, что это даже не написано в учетах в политике, что мы не будем свернуть. Нет, опять же, здесь все идет для сопоставимости. Если, например, вы в этом году приняли такое решение отражать свернуто, я же говорю, показывается именно вот этот ретроспективный метод, применяется ретроспективный метод. Значит, показатели прошлого года вы должны перевести в сопоставимость с текущим годом. Поэтому смело сворачивайте. Да. Дальше. И, наконец, прочие внеоборотные активы. Что сюда может попадать? Ну, вот, как я говорила, что-то может быть из 0,8 счета сюда попасть. Что-то может быть из финансовых вложений сюда попасть без процента. Например, есть такая норма. Вот у нас с текущего 2011 года из приказа Минфина 34Н ушло понятие расходов в будущих периодах. Мы это много обсуждали на разных семинарах и так далее. То есть, как понятие, вот в плане таком, что организация, например, должна, как раньше, например, устанавливать какой-то критерий расходов в будущих, по каким-то расходам, которые приобретаются в текущем году, а будут использоваться в последующем, вот устанавливать такой критерий расходов в будущих периодах и распределять его, вот этой добровольной нормы теперь нет. Как бы организация не должна это делать. Но, тем не менее, есть отдельные расходы, которые невольно, даже в обычных ПБУ прописаны. Они тоже распределяются, и деться от этого некуда. Но, например, на сегодня по-прежнему, к примеру, распределяются с точки зрения, опять же, бухгалтерского учета. Это прописано в 14-м ПБУ, там буквально последний раздел, и в этом разделе идет раскрытие информации в учетной политике. И там есть норма, она говорит такое, что если организация приобретает права на использование программных продуктов, и в условиях договора срок использования этого программного продукта установлен, значит в бухгалтерском учете организация должна этот программный продукт использовать и распределять эти права в течение срока действия вот этого права, установленного в договоре. Поэтому если в договоре все-таки срок установлен, то нам никуда деться и в налоговом учете мы все равно будем распределять, там тоже это норма. Да и в бухгалтерском учете нам в этом случае также придется эти права распределять в течение срока действия, то есть вот эту оплату прав. Поэтому никуда не денешься, есть такие расходы. Например, есть такое же право у нас, например, такой расход признавать согласно 15 ПБУ, это положение по учету кредитов и займов. Там говорится о том, что организация имеет право расходы, связанные с получением кредита или займа, распределять и учитывать в затратах на срок признания этого кредита или займа. То есть собрали, например, вот эти различные гарантийные обязательства по возврату кредит, собрали в кучу и распределяем на срок. Обязательно этой нормы, конечно, нет. То есть вы можете и разово сразу признать эти расходы, там тоже об этом написано. Но мало ли кому-то захочется эту сумму распределять. То есть это еще раз говорит о том, что все равно отдельные понятия расходов будущих периодов остаются. Как бы по логике это как расход остается и распределение здесь будет. Но и более того, что уж говорить, если некоторые организации все равно для себя такие расходы оставляют, например, с целью сближения того же бухгалтерского и налогового учета, понимая, что, например, распределяют они страховки, вот удобно в налоговом и в бухгалтерском буду распределять, и стоят упорно на этой позиции. Но дело в том, что вначале пытались очень спорить, потом решили, какой смысл. Организация сама должна определять, как ей удобно и как важно этот показатель формировать. Значит, поэтому, в принципе, и сегодня такие показатели у организации останутся. Но есть такая рекомендация. Если ваши вот эти расходы в будущих периодах, которые вы распределяете и списываете, их срок распределения списания у вас возникает в периоде более года, то отнести их в прочие внеоборотные активы. А если срок их списания, ну, естественно, имеется в виду после 1 января, после 31 декабря 2002 года, 2011 года, после 31 декабря 2011 года, на следующий год, будет менее года, значит, отнести их также в прочие, но оборонные активы. То есть их можно и туда распределить, и сюда распределить. И тоже этот критерий вы можете для себя определить и распределять. Потому что, ну, рекомендаций, опять же, очень разных много. Поэтому выберите ту ситуацию, которая вам удобна. Если в этом отношении необходимость возникнет, разъясняйте, пожалуйста, вот она и пояснительная записка. То есть указали, что там находится в этих прочих необоротных активах и показали, как изменились или что там в этих показателях у вас присутствует. Значит, итак, это первый раздел. Дальше. Второй раздел. Оборотные активы. Оборотные активы. И опять, вы сейчас можете встретить разные разъяснения. Я просто как бы подвожу итог разным разъяснениям. А почему возникают разные разъяснения? Да потому что у каждого своя точка зрения. И конкретных рекомендаций нет. Вы можете также для себя определиться, что вам удобнее и как вы эту ситуацию ближе для себя понимаете. Например, опять же, если мы говорить будем о тех же расходах будущих периодов, которые, например, у вас остались, и вы по-прежнему там ведете какие-то показатели, то есть рекомендации такие. Кто-то говорит о том, что распределять их следует в прочие внеоборотные активы длительного действия, и, например, в прочие оборотные активы более короткого периода действия. Есть то же самое мнение, следует их отнести, например, в запасы, учитывая то, что это некий элемент расхода. Поэтому если по-прежнему вам удобно свернуть их в запасы, пожалуйста, сверните их в запасы. То есть и такие, и такие мнения есть. Единственное, я еще раз говорю, просто методика должна быть сравнима, и показатели предыдущего года также нужно в это соответствие привести. Дальше, следующий налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям. Но с одной стороны, налоговое законодательство практически сегодня не связывает, например, принятие НДСК вычетов с фактом оплаты. Поэтому чаще всего у организации может и не быть остатков на 19-м счете, ведь мы не увязываем себя с оплатой. Поэтому если мы получили счета фактуры, если мы приняли на учет эти товары, работы, услуги, то мы имеем право сразу НДСК вычету взять. Причем сегодня налоговое законодательство так говорит. Если вы не понимаете даже, в какой деятельности у вас будет это использоваться, ну, например, в будущем, возможно, вы начнете осуществлять деятельность необлагаемой НДСК, а будущее, например, следующий квартал, и вы, может быть, даже и думаете, что ваше основное средство будет использоваться в деятельности необлагаемой НДСК, и могли бы провести раздельный учет или могли бы не принимать НДСК вычету, но налоговый кодекс об этом не говорит. Он говорит, что вы должны определиться с возможностью вычета в текущем квартале. Поэтому вы в текущем, например, квартале берете вычет, А вот в следующем квартале, вы, например, если будете использовать деятельность необлагаемой НДС, вы восстановите НДС. Поэтому, получается, вы в каждом конкретном квартале определяете позицию с выводами своими. И поэтому, конечно, вот этих остатков перенесения мало. Но в каких случаях они, например, все равно могут быть? Допустим, если организация занимается экспортом и реализует товары на экспорт, она применяет ставку 0%. Соответственно, по тем товарам, работам, услугам, которые у нее реализуются на экспорт, она сумму НДС на дату отгрузки должна восстановить. Поэтому эту сумму она восстановит, она будет у нее находиться, например, на 19 счете. Далее. Здесь могут быть также ситуации, связанные... Кстати, Минфин не возражает, и налоговая также не возражает против вот этого двоякого мнения. Например, какая-то организация предполагает для себя принимать НДС к вычету. Ну, на этот счет у нас есть просто письма, которыми можно и за старые периоды найти руководствоваться. Значит, организация предполагает для себя принять НДС к вычету тогда, когда она примет к учету основное средство. Вот она такую позицию заняла, например. Хотя я еще раз говорю, спорная ситуация давным-давно, и арбитражная практика говорит, уже в момент принятия на 0,8 счет право на вычет есть. Но организация решила не идти по этому пути, формирует, доделывает основное средство и, принося на 0,1 счет, примет к вычету. Может быть такая позиция, может быть. Как бы, пожалуйста, тоже остается, например, там сальдо у вас на 19 счете. Такие ситуации могут быть. Далее. Что здесь еще? Ну, на самом деле... Отсутствие счет фактуры дает? Да, тоже дает. Ну, никуда не денешься. Правильно. И отсутствие, например, счета фактуры в этом случае. Каких-либо там документов первичных тоже дает право, что у вас НДС будет висеть на 19 счете. А учитывая сегодня и новый порядок, ну, как бы такой вот, сегодня хочется говорить новый, потому что, ну, в то же время обновили его, ничего тут не скажешь. Вот это новое постановление правительства о порядке формирования счетов фактур, книг покупок-продаж 11.37, то там вообще заявлена норма такая, что если вы, например, у вас была счет фактура неправильно составлена, вы обращаетесь к своему контрагенту, он выписывает вам новую счет фактуру. Но есть там теперь, ввели такую графу исправление и ставит дату исправления. Поэтому, по сути дела, вы действительно получаете по этой дате обновленную счет фактуру, и вам некуда не придется что-либо делать, то есть ставить придется к вычету именно по этой дате, когда вы получили эти исправления. Поэтому, конечно, эти ситуации могут быть. Поэтому НДС вот здесь вот таким образом, как бы, как в остатках у нас формируется. То есть то, что есть на это основание, безусловно, есть. Дальше следующий показатель – это дебиторская задолженность. Значит, ну здесь у нас дебиторская задолженность. Это у нас же есть четко установленное правило, что счета, которые отражают различные там дебиторские задолженности, кредиторские и различного характера задолженности, для формирования бухгалтерского баланса они не сворачиваются. Поэтому нужно открыто показывать эти обязательства по дебетовой стороне, открыто показывать эти обязательства по кредитовой стороне. И поэтому те же счета 62-й, 60-й, 76-й, например, там, 71-й, 68-й, они могут дать те же основания, сформировать исходя из этого дебиторские задолженности. Поэтому по дебету этих счетов мы их складываем, они формируют у нас дебиторские задолженности. Значит, конечно, перед проведением, перед формированием нашей бухгалтерской отчетности, вот опять же такой момент, в приказе Минфина сегодня это правило не прописано. В приказе Минфина номер 34-й, раньше было сказано, обязательно проводят инвентаризацию. Сегодня как бы этого правила прямого нет. Но, тем не менее, есть закон о бухгалтерском учете, и он все равно говорит о том, что перед формированием годовой бухгалтерской отчетности инвентаризацию нужно провести. Например, если это инвентаризация основных средств, то, конечно, она может проводиться один раз в три года, и никто не требует перед формированием отчетности ее проводить. В первую очередь, это должна быть инвентаризация активов и обязательств. Подразумевается, в первую очередь, это, конечно, дебиторские и кредиторские задолженности. Хотя, например, организация может начать проводить инвентаризацию ранее. То есть она может сделать и ранее инвентаризацию, сделать на дату 31 число уже сверху различных задолженностей и определиться с тем, какие долги у нее возникают. Но почему это важно? Потому что если все-таки на 31 декабря у вас есть дебиторские задолженности, по которым истек срок исковой давности, то, соответственно, у вас есть полное право их признавать в составе своих нереальционных расходов и, самое главное, уменьшать на эту сумму свой показатель чистой прибыли. Более того, например, это правило также работает и в налоговом учете. То есть задолженности, по которым истек срок исковой давности, вы списываете в состав нереальционных расходов и уменьшаете налоговую базу по налогу на прибыль. Но когда будем говорить про налог на прибыль, я просто там последнее разъяснение, письма тоже дам по этому вопросу, чтобы еще раз понимать, как мы списываем. Поэтому здесь, получается, это правило и в одном случае, и в другом работает. Таким образом, более того, например, сегодня у нас есть еще одно правило. Это, согласно приказам Минфина 3.4 Н, создавать резерв по сомнительным долгам. То есть, причем здесь говорится о том, что все организации у нас формируют такой резерв по сомнительным долгам. Формирование резерва на самом деле вещь важная, нужная, потому что она дает возможность показать сумму чистой прибыли нашим учредителям реально и достоверно. И создание этого резерва, оно в меньшей степени связано с позицией исполнителей органов, например, налоговых и так далее, а в большей степени именно с пониманием того, какую информацию мы предоставляем учредителю. Ну, конечно, опять ситуация такая. Некоторые скажут, ну не буду я формировать резерв, какие последствия в этом случае будут? Ну, если буквально последствия все придут только от аудиторов, если они вас проверяют, они опять могут сказать, что недостаточно достоверно вы свою бухгалтерскую отчетность сформировали без отражения резерва. Ну, что касается налоговых, пока налоговые органы у нас достоверность или оценку достоверности бухгалтерской отчетности не дают, собственно говоря. И рассматривать эту ситуацию, как изначально рассматривали, например, как даже нарушение порядка ведения бухгалтерского учета, то есть грубое нарушение правил учета доходов-расходов, неотражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций. Я бы тоже не сказала, что, например, 120-ю статью сюда можно подвести, потому что она говорит о неотражении на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций. Это не хозяйственная операция, это расход, который вы сами формируете. Хозяйственная операция – это приобретение товаров, работ, услуг, это реализация и так далее. А здесь ваше просто понимание того, как сформировать финансовый результат. Поэтому не создадите резерва, например, если вас не проверяют аудиторы, то никто вам ничего и не сможет сказать. Ну а если аудиторы придут, конечно, могут обратить внимание, что вы не нарушили методологию, не сделали, недостоверно отразили финансовый результат. Поэтому, по сути дела, конечно, резерв формировать нужно. Значит, сумма резерва у нас формируется в бухгалтерском учете, опять же говорю, по разным счетам. Самое главное – это должна быть именно вот эта сторона дебетовских задолженностей. Например, может быть, это 60-й счет. Например, мы перечислили кому-то аванс, а контрагент от нам ничего не поставил. Уже как бы и риски возникают, и мы сомневаемся в его правомерной, в том, что он нам действительно поставит. Поэтому можем рассматривать как сомнительный долг. Кстати, сомнительный долг рассматривается по сроку от понимания, вот я немножко поясню попозже, как бы понимание сомнительного, и до срока истечения исковой давности. Поэтому, конечно, если задолженность стала безнадежной, она уже во вне реализации расход попадает. Значит, и так, это может быть 60-й, это может быть 62-й, мы отгрузили продукцию, нам никто не платит. Дальше, это может быть, например, 76-й, что-либо в этой задолженности может быть, например. В отдельных случаях это, например, может быть и 71-й выдали под отчет денежные средства, нам их не вернули. И эта ситуация может быть. Поэтому, как бы, вот 70-й. 70-й может быть, но чаще всего там задепонированная заработная плата, как правило, она на кредите висит, да? Поэтому, если долго лежит, и она никуда не обращается, это ваша кредиторская задолженность получается, да? Не верну, поэтому это будет кредит уже. Поэтому, если кредит, это не 9-й. Нет, 9-й, не 10-й, когда мы, например, начислили человеку отпускные, а он умный. Если вы начислили отпускные, вы должны потом перенести его на депонент, эту сумму, да? Она должна у вас быть на депоненте. А, вы переплатили эту ситуацию, и он вам не возвращает эту сумму, да? Ну, я понимаю, то есть не с кого взять. Ну, можно ли эту ситуацию рассматривать? И так вот наши, как бы, задолженности, которые у нас в результате возникают, да? Значит, и мы опять же, бухгалтерский учет, это я еще раз говорю, сегодня понимание этого бухгалтерского учета рождается нами самими. И поэтому, естественно, это не значит, что вот мы все увидели вот эти суммы сальдо, и сразу начнем на них создавать дебиторскую задолженность. Нет. Если, например, у нас есть такое сальдо, к примеру, по 60-му, но мы понимаем, мы переговоры провели, и мы понимаем, что нам этот поставщик всегда нарушает срок поставки, и мы знаем эту тенденцию, и понимаем, что все равно он нам вернет или поставит, то нет смысла, например, даже если мы с ним не согласовали срок изменения в договоре и так далее, включать это в задолженность. Ведь здесь важно понимать, что дает нам такой резерв. Нам резерв дает возможность уменьшить показатель числе прибыли. Мы же как на эти суммы будем резерв создавать? Мы в 91-м счете в составе нереализационных наших расходов или прочих расходов учтем вот эту сумму резерва. То есть вот эти все суммы, они у нас по аналитике будут отражаться на 63-м счете. То есть тем самым мы учтем это в расходах, а поскольку дальше наш расход попадет на 99-й счет, а 99-й на 84-й мы же реально уменьшим чистую прибыль. А насколько правомерно, например, как некоторые иногда и аудиторы говорят, нужно создать резерв по всем суммам задолженности. Но это значит что? Это значит мы опять же учредителя поставим или дадим нашему учредителю недостоверную информацию. Мы, например, его чистую прибыль уменьшим по показателям года, а в январе-феврале нам поставку сделают. Что мы сделаем? Мы изначально сказили его показатель. Поэтому здесь к этой ситуации надо всегда относиться к творческим. Вот если мы понимаем, что действительно задолженность устойчивая, что действительно нам не возвращают ее, и срок исковой давности еще не прошел, мы ведем переговоры, но сомнения есть. В этом случае, я считаю, на эти суммы следует рисовать резерв по сомнительным долгам. И поэтому критерии понимания вот этого, они могут быть в учетной политике. Или организация сама выберет эти суммы, исходя из понимания того, что ей не вернут. Или, например, она определит их по какому-то денежному эквиваленту. Например, сумма задолженности в размере 30-40 рублей не представляет никакой существенности. Поэтому организация может на них резерв не формировать. А вот сумма задолженности свыше миллиона, да еще если ее, например, эту сумму задолженности нам не вернули в течение уже, например, полугода, и есть риск невозврата, мы включим в состав такого резерва. Поэтому здесь надо для себя четко определить, или четко определить, или, по крайней мере, какое-то свое понимание приложить вот к этой ситуации. Исходя из того, какую оценку нашей прибыли, когда мы создадим этот резерв, подадим своим учредителям. То есть мы им закладываем этот риск, мы им говорим, вы сегодня недополучаете эту чистую прибыль в связи с тем, что в будущем возникнут убытки от того, что эти долги не будут нам возвращены, и обязательства не будут исполнены. Вот исходя из этого мы как раз вот и работаем. Поэтому критерий оценки резерва, он или прописывается в учетной политике, или если организация начинает его устанавливать на конец года, не изменяя там ничего, не вводя в учетную политику, значит, вы можете точно так же потом и в пояснительной записке, или в пояснении указать, какие критерии вы установили для создания этого резерва, чтобы было понимание того, что здесь происходит. Итак, это получается наш бухгалтерский учет, в котором мы создаем такой резерв. Вот здесь на 63-м счете у нас по каждому счету, по каждой задолженности, которую мы отсюда выбираем, идет аналитика. Ну а соответственно в бухгалтерском балансе, когда мы начинаем формировать наши дебиторские задолженности, то если мы формировали резерв, то этот резерв у нас как бы закрывается, сворачивается с дебиторскими задолженностями. То есть 63-й счет, он отдельно не показывается, он показывается свернутым, с дебиторскими задолженностями, и в результате мы по дебету показываем сальдо, то есть за минусом вот этого резерва, который мы отнесли уже в прибыль. Итак, это то, что касается данного резерва. Кстати, и на сегодня бывают ситуации, когда организация не создает таких резервов. Может быть, может быть. У меня, например, недавно в одной организации анализировали, но нет у нее таких неявных долгов. То есть она, по сути, ее проанализировала, говорила, покупатели с нами рассчитываются четко. Допустим, поставщикам мы авансы не платим, то есть сразу по факту получения. Поэтому, в принципе, проанализировали, поняли, что нет необходимости создавать такой резерв. Вы знаете, а есть дальнишние клиенты, покупатели, платят, ну пока как в городе Муеже, Пухенка, не так же, но платят все равно, и у них бывают большие задолженности. Например, есть уверенность, что они все равно позасятся, но задолженности достаточно большие. Ты что с этим делаешь? Ну, мне кажется, все равно, если есть уверенность, вот здесь все равно очень критерий-то такой, здесь сложно рекомендации давать, надо просто принять для себя четко. Нет запрета и на то, что вы, например, если вы видите, что задолженности, вот здесь можно, знаете, исходя из чего идти, срок задолженности и ее величина. Если, например, в течение года примерно величина этой задолженности все время остается одинаковой, то есть она постоянно, как бы, она же реально все равно уменьшает эту прибыль, да, и она чуть платится, снова вырастает, платится, вырастает, и сумма долго постоянно движется, то, наверное, тоже имеет смысл создать вот эту сумму резерв по сомнительным долгам, ведь это тоже показатель, то есть, получается, на эту сумму практически возникает ваш убыток, да, вы недополучаете денег, реально сумма чистой прибыли на эту сумму, по сути дела, как бы, занижена, да, у вас завышается, но вы должны ее показать заниженной, поэтому вот если устойчивая задолженность, да, и длительное время идет, я считаю, что вы тоже имеете право создавать, ведь она практически у вас получается переходящей, и ваша прибыль все равно не доформируется, не доформируется на эти реальные деньги, поэтому я считаю, что вы тоже можете создавать ее. Прибыль же от оплаты. Я понимаю, нет, а мы здесь тоже и не говорим с вами, мы просто виртуально понимаем, что раз оплаты нет, задолженность не погашена, все равно реальный убыток в каждом году возникает, и поскольку он переходящий, вы даже можете проанализировать в прошлом году и в этом году, примерно одна составляющая, да, то можете смело включать в резерв, потому что виртуально все равно нет. Вот эту величину, которую мы определили, ее где-то отразительно, в учетной или вверху? Нет, если вы какой-то критерий денежный возьмете, например, будете говорить, что вы создаете резерв по задолженностям, которые, например, в отчетном году превысили, к примеру, сумму более миллиона, да, установите себе в учетной политике, ну, чтобы потом вопросов не задавали, например, и было понятно, почему вы взяли только эти суммы. Вы для себя определяете, что они являются у вас существенными, да, можно, я еще раз говорю, можно критерии, некоторые, например, устанавливать, чтобы четко определиться, например, сумма задолженности там свыше одного миллиона, а срок невозвращенного долга, например, превышает там полгода или год, и вот с этой даты мы начинаем создавать резерв. То есть хочется, конечно, каким-то четким критериям следовать, но я еще раз говорю, на сегодня вот такого понятия у нас в бухгалтерском учете уже нет. Вы, например, можете для себя даже критерию установить более полумиллиона или миллион, а когда вы начинаете создавать и смотрите, а вот это 200 тысяч, все равно долг сомнительный, потому что, может быть, и не вернут, и опять туда можете включить. То есть это не будет считаться, что вы нарушили, все равно по ходу вы сами рассуждаете и понимаете эту ситуацию. Значит, итак, это то, что касается, я еще раз говорю, бухгалтерского учета. Дело в том, что, конечно, параллельно с этим мы с вами и налоговый учет формируем, но я немножко их сейчас разделяю, иду по счетам бухгалтерского учета. И мне бы, конечно, самое главное хотелось напомнить, что вот эти рекомендации, которые даются для формирования резерва у нас в бухгалтерском учете, они не соответствуют налоговому учету. И если вы по этим же критериям будете создавать резерв по сомнительным долгам в налоговом учете, то вы ошибетесь. Вот в этом смысл, да? Поэтому, раз уж на этот разговор зашел, я напомню о резерве по сомнительным долгам в налоговом учете, чтобы на конец года вот таких ошибок не наделать, тем более они были. Или, вот как всегда иногда мы говорим, некоторые организации говорят, а мы создадим резерв по сомнительным долгам, по бухгалтерскому налогам одинаковый. Можно? В принципе, да. Только вопросы сближения относительно. У кого-то может возникнуть сближение, у кого-то нет. То есть опять для себя определяем. Поэтому, например, в этом году мы закрываем баланс, мы можем, не можем, а как бы сформируем резерв в бухгалтерском учете, в налоговом учете мы можем его не создавать, у нас будет постоянная разница. С другой стороны, можно создать и в бухгалтерском учете, и в налоговом учете. Но они или будут разные, или если вы хотите сблизить, вы должны выйти с позиции налогового учета. То есть в бухгалтерский учет вы должны заложить критерии создания резерва, такие, какие в налоговом учете. Но потому что в противном случае, я не зря говорю, мы в бухгалтерском учете можем рассуждать и думать, а вот в налоговом учете рассуждать мы не можем. Там есть четкие критерии оценки этого резерва. Или кто сомневается в этом году, может, например, в бухгалтерском учете поскольку правило создать этот резерв, а для цели налогообложения подумать на будущее. Может быть, вам в следующем году захочется этот резерв создать, потому что цели этих резервов, они разные. В налоговом учете резерв создаются исключительно с целью оптимизации. То есть резерв любой в налоговом учете, значит уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль в текущем периоде недоплата налога с целью экономии на будущее. Потому что если в будущем действительно возникнет необходимость списания задолженностей, то это и будет произведено в следующем периоде без нанесения ущерба, связанного с переплатой по налогу на прибыль. Поэтому цели абсолютно разные, что в бухгалтерском учете, что в налоговом. Но сблизить, я еще раз говорю, усилием уволим можно, заложив эту методику в налоговый бухгалтерский учет. Значит, резерв по сомнительным долгам в налоговом учете это математика. Я все равно и в прошлом году постоянно напоминала, и в этом году, немножко напомню, разъясню, создается он согласно статье 266. И вот для целей налогового учета всегда говорится, что если мы выбрали какую-то методику учета, ее взять, надо в учетной политике отразить. Поэтому нужно обязательно в учетной политике написать, что организация создает резерв по сомнительным долгам. В противном случае налоговая сразу при отсутствии этой фразы вычеркнет его. Ну а уж учетную политику мы, безусловно, уж если очень захотим, сейчас на конец года всегда можем поправить. Никто у нас ее особо не требует постоянно сдавать. Более того, например, главное, чтобы она была на момент затребования для проведения проверки. Значит, более того, резерв по сомнительным долгам у нас в налоговом учете создается только по задолженностям, связанным с реализацией товаров, работы услуги. То есть, если мы реализовали такие работы и услуги, то только по этим задолженностям. Например, ни по 60-му, ни по 71-му, ни по 70-му, ни по 76-му у нас резерв в налоговом учете не создается. Только по реализации. Там прям четко это сказано. Более того, например, если вдруг в соответствии с условиями договора ваш должник там что-то должен, и вы установили в договоре, например, проценты за просрочку платежа, и эти проценты начисляете, то опять же для суммы резерва это не учитывается. Никакие проценты. Но с другой стороны, если вы создаете такой резерв, но хотя и в бухгалтерском учете то же самое, то здесь вы берете сумму, вот эту абсолютную, которая возникла. То есть если в ней есть сумма НДС, вы ее тоже учитываете. То есть не нужно для налогового учета и суммы задолженности убирать эту сумму НДС. Есть еще одно правило, которое вообще родилось, я и раньше его говорила, оно родилось в 2010 году на основании арбитражной практики. Может быть встречное обязательство. Вот в бухгалтерском учете мы не можем сворачивать без согласия нашего контрагента. А здесь, например, у нас есть встречное обязательство. Эта же организация у нас с одной стороны покупатель, с другой стороны поставщик, мы ей что-то должны. В правилах бухгалтерского учета это разные обязательства. Если здесь срок и стекла, поэтому обязательства равно сможете задолженно списать. А вот в правилах налогового учета это немножко другая ситуация. И здесь как бы получается, что если мы имеем такое встречное обязательство, значит это как бы некая сумма залога, поручительства. То есть по сути дела мы можем их свернуть. И поэтому при формировании резерва вот эта сумма задолженности, она уменьшается на эту сумму встречного обязательства. В противном случае, как налоговые органы и суды говорят, мы завысим свою сумму расхода и неправильно сформируем резерв. Поэтому вот эти встречки обязательно нужно все просмотреть. Поэтому даже если вы их не свернули, в бухгалтерском учете не было на то основание, не было актов, писем и так далее, то для цели налогового учета вы все равно должны мысленно свернуть налогового учета. Это я еще раз говорю математика. Значит, и так мы эти правила для себя взяли, а дальше формируем резерв. Он у нас как бы формируется вот по двух группам. Причем формируется резерв на конкретную дату. И вот опять сейчас у многих возникает вопрос, но мы в первом, во втором, в третьем квартале его не создавали. Можем ли мы создать его за четвертый квартал? И конечно, если вы зададите такой вопрос налоговикам, он вам однозначно скажет, не имеете права, вы не установили его в учетной политике, вы не формировали с начала года, не имеете права. Но дело в том, что вы же можете поступить как? Например, в учетную политику у вас есть фраза «Создаем резерв по сомнительным долгам». Фраза это как бы была, неважно, когда мы ее туда поставили. А теперь мы смотрим, закрывается год у нас, календарный налог на прибыль сформировали. И мы, например, вдруг обращая на свою учетную политику внимание, видим, что действительно право-то у нас такое было нам дано, но мы в первом, втором, третьем квартале резерв не сформировали. Как это называется? Да, ошибкой в налоговом расчете. Ошибки в налоговом расчете у нас согласно 54 статье как правятся? Если эта ошибка приводит к доначислению налога, мы обязательно сдаем уточненную. Если не приводит к доначислению налога, значит, правим ее в текущем периоде. Значит, нам не нужно сдавать уточненные декларации за первый, второй, третий квартал. Хотя имеем право, да, но лишний раз удалить тоже не хочется. Поэтому мы создадим резерв только на 31 декабря. Считаю, что у нас просто произошла ошибка. Ведь все равно мы лишнюю эту сумму сюда не возьмем. Она все равно возникнет та, которая была в течение года. Это опять же. Но я еще раз говорю, не хотите, можете только с первого квартала 2012 года начать. Не хотите, вообще можете его не создавать. Просто рассматривая то, что может быть и элементом оптимизации. Значит, и так в результате получается, мы начинаем. Если мы все-таки будем наш резерв создавать на 3-1 декабря 2011 года и включим его в налоговую базу, то мы поступаем следующим образом. Мы анализируем вот эти задолженности и смотрим, какой срок неисполнения своих обязательств, вернее, каков срок неисполнения обязательств нашими покупателями возникает на 3-1 декабря. То есть задолженности рассматриваются каждой отдельной. В каждой отдельной задолженности смотрим, например, когда возникла эта задолженность. Здесь работают четкие установленные правила. Если в условиях договора говорится, когда должен оплатить, например, отгрузку мы сделали, например, через 3 дня должен оплатить, значит, мы эти 3 дня пропускаем, и с 4 дня у нас идет первый день исполнения долга. Это первая ситуация. Если в условиях договора ничего не сказано, значит, работают нормы гражданского законодательства. Оплата должна быть произведена в разумный срок. Разумный срок – это 7 дней. Значит, отгрузку совершили, после отгрузки 7 календарных дней отсчитали, 7 дней закончилось, 8 день является первым днем расчета этого срока. И тогда, получается, мы считаем, с каков срок неисполнения этого долга, неисполнения обязательства, с даты его начала на 31 декабря. То есть нам нужны эти календарные дни. Потому что по календарным днём распределяем группы. В первую группу у нас включается сумма задолженностей, у которых срок неисполнения этого долга – с 46 по 90 день. С 46 по 90 день. Счёт идёт на 31 декабря. При этом мы считаем абсолютную сумму этого долга, то есть какую реальную сумму, например, нам должны покупатели. И, например, считаем, вот у нас получилось 500 единиц. Ну, 500 там тысяч, миллионов, что у нас там. А вторая группа свыше 90, но при этом важно понимать, что сюда следует включать только те задолженности, у которых срок свыше 90, но не стал срок безнадёжным. Потому что если у нас есть безнадёжная додолженность, у которых срок исковой давности истёк, то правильнее всего их в текущем периоде включить сразу во внереакционные расходы. И учесть для этого. Мы об этом ещё поговорим, и письма там разъяснение. Итак, а здесь только то, что до срока более, до трёх лет. Кстати, может быть такая ситуация, например, в течение всего этого периода, к примеру, вы делали акты сверки задолженностей. Надо сказать, что акты сверки не говорят о том, что от акта возникает новый срок оплаты долга. Акт сверки продляет долг. Поэтому, по сути дела, например, если срок у вас, реальный срок, свыше 90 дней, сколько бы вы актов ни делали, он будет всё свыше, свыше, свыше 90 дней и так далее. То есть считаем чисто календарные дни, а акт, он не даёт возможность просто сделать долг безнадёжно. Далее. И, например, посчитали абсолютную сумму, здесь 600. Дальше идёт формирование резервов. Из первой группы для цели налогообложения, когда мы формируем резерв, мы включаем резерв 50% задолженности. Вот отсюда и проблема. Потому что 50% долгов в бухгалтерском учёте очень сложно по аналитике распределить. Поэтому здесь, например, здесь чётко сказано 50%. Поэтому мы сюда включаем 250 единиц. А из третьей группы полностью все 100%, 600 единиц. Складываем, получаем 850 единиц. И дальше на 31 декабря у нас есть в налоговой декларации доходы от реализации товаров, работ, услуг. Это на листе 0,2, 0,10 строка. Не включаются сюда в нереализационные доходы. То есть доходы от реализации берутся только из декларации по налогу на прибыль. Ну, эти доходы, конечно, доходы без НДС там идут. Мы умножаем на 10% и получаем нормированную величину нашего резерва. И сравниваем эти две суммы. В расходы по налогу на прибыль мы принимаем наименьшую из этих сумм. И включаем эту сумму, например, если нам предельная сумма. Кстати, доход здесь берётся за весь год. Вот если бы мы резерв создавали поправлен за первый квартал, тогда бы мы анализировали с доходом за первый квартал. За полугодия тогда бы за 9 месяцев. А здесь уже за весь год, поэтому мы ничего не нарушаем здесь. Поэтому мы берем доходы за 2011 год по декларации и не более 10% смотрим эту нормированную величину. Ну и сравниваем. Если у нас величина предельная, например, 900 тысяч или миллион, вся сумма у нас резервована в случае, когда фактическая проходит, и в налоговой декларации за год во вне реализационные расходы мы включаем 850 единиц. То есть уменьшаем налоговую базу по налогу на прибыль. На самом деле это абсолютно реальная ситуация. Организации резервов создают, и если у вас сейчас действительно вопрос о том, как посчитать налог и как его оптимизировать, можете воспользоваться этой нормой. Единственное, для этого я еще раз говорю, верните свои учетные политики. Вот этот расчет, который здесь есть, он оформляется для того, чтобы сроки вы все-таки делаете на инвентарционную ведомость с этими задолженностями и проставляете сроки этих долгов и их суммы. И второе, вот она ваша справка, ваш расчет, который вы прилагаете. Никаких специальных других документов для этого не предусмотрено. Как хотите, это обзовите справкой, регистром, чем угодно. Но вот этот расчет у нас используется. Отразили. Уменьшили свою налоговую базу по налогу на прибыль. Кстати, во нереализационных расходах вы также можете учесть суммы задолженности, по которым устек срок исковой давности, безнадежные. И вы еще раз можете, например, там сюда сумму положить. Но я потом дам еще раз обоснования по ним, которые у нас сегодня там действуют. То есть таким образом уменьшаем налоговую базу. Дело в том, что, еще раз говорю, в чем здесь проблема с бухгалтерским учетом. В первую очередь это вот в этой группе, которая идет в 50% размере. В бухгалтерском учете мы берем абсолютную величину, а здесь только 50%. В том, что в бухгалтерском учете мы можем взять все долги, а здесь только 62 счет. То есть аналитику в бухгалтерском учете будет сложно построить. Здесь-то одна цифра, математика, и все, поставили, и все. А в бухгалтерском учете это аналитика развернутая. На 63 счете должны быть эти организации прописаны. Поэтому вот эти трудности несопоставления бухгалтерского налогового учета могут стать причиной, например, тому, что такие резервы разные. Но бывают разные ситуации, например. Иногда бывает такая ситуация, когда у задолженностей нет вот этих, у организации нет этих задолженностей по сроку там с 46 по 90 день. Или организация условно для себя принимает, например, в учетной политике не формировать эту группу. Дело в том, что такие ситуации механизмы организации тоже применяют. Они говорят, что мы не будем в налоговом учете создавать резерв по группе от срока свыше 90, от 46 по 90. Возьмем только вот эту сумму. Ведь по-хорошему так переменные слагаемые ничего не изменится. Все равно то же самое возникнет. Больше, чем предельная величина, не создастся этот резерв. Здесь единственное, что просто нарушено несколько методологии. И что в этой ситуации налоговая инспекция докажет? Да ничего по-хорошему. Если она выйдет и скажет, что у вас нарушена методология, но за нарушение методологии нельзя отказать признание этого резерва. Налоговая инспекция может сказать, что у вас резерв неправильно сформирован. Он не соответствует реальной величине. И в связи с этим, например, он неправомерно снижает налоговую базу. Но если мы этот кусок добавим, то у нас резерв еще больше станет. Если нам в этом случае не убедятся, а увидят, что сам резерв все равно не превышает установленной величины, то доказать, например, что он был больше, совершенно не представляется необходимым. Да и нужно вообще. Поэтому, по сути дела, и таким образом иногда организации поступают. В налоговом учете берут резерв только по одному показателю и выравнивают бухгалтерские налоговые учеты. Поэтому, я еще раз говорю, все очень много зависит от самой специфики. Но усилием воли создать этот резерв и в бухгалтерском учете тоже можно. Но надо смотреть, как у вас эта ситуация рождается и ложится. Говорите, пожалуйста, доходы от реализации мы с НДС берем? Доходы от реализации мы берем без налога на добавную стоимость. Прямо как стоит в этой строчке, так и берем. С НДС у нас только задолженность. Вот мы здесь сравниваем показатели с НДС, с показателями без НДС. Но вот как есть, так оно и есть. И уже к этому надо относиться спокойно, потому что на этот предмет, на этот счет было и разъяснений много, и никто не высказал никаких сомнений. То есть никаких особенностей здесь нет. И самое главное здесь просто понимать, сам по себе резерв по сомнительным долгам в налоговом учете, он как бы идет несколько автономно от бухгалтерского учета. Хотя, я опять же говорю, соблизить можно, но тем менее все равно нужно его контролировать с точки зрения налогового учета. Почему? Да потому что, например, вы создали этот резерв на конец года, вот он у вас завысил ваш расход, уменьшил налоговую базу, а как вам в следующем году с ним поступать? В этом случае, если, во-первых, вы его создали, он у вас уже не будет восстанавливаться на конец года, он у вас пошел в следующий период. И вот когда вы начинаете в следующем году работать, то у вас, например, в налоговом учете на 31 марта здесь уже не следует по концам года, потому что все-таки вы же один раз создали резерв, вы все равно его видите, его нужно с ним работать. Так вот на следующую дату, на 31 марта 2012 года, вам опять нужно будет поработать с этим резервом. То есть методика абсолютно одинаковая. Кстати, вот здесь есть такой нюанс. В бухгалтерском учете, когда вы эти задолженности себе нарисовали, вот они, вы же начинаете, например, получать оплату по каким-то долгам. Может быть такая ситуация, может быть. Как мы в этом случае в бухгалтерском учете поступаем? Мы начинаем восстанавливать этот резерв. Получили оплату по какой-то задолженности, например, 51-62, вот по этой задолженности мы эту сумму восстанавливаем, она у нас попадает опять в доход. Вот, да, оплату получили, значит по этой сумме долга восстановили, например, 10 единиц. И у нас вот эти две проводочки, они как бы в бухгалтерском учете идут параллельно. А для цели налогового учета вы ведь ничего каждый месяц, квартал не пересчитываете. Для цели налогового учета у вас просто наступает период, когда мы формируем декларацию. И поэтому теперь, когда мы формируем декларацию, чтобы понимать, как нам работать вот с этим показателем резерва, мы должны опять же произвести точно такую же процедуру. И на 3-1 марта опять две группы. И мы теперь смотрим именно на эти долги по дате 3-1 марта. То есть по логике получается, если нам что-то вернули, то мы уже и не будем эту задолженность рассчитывать и учитывать в резерве. Если новая появилась, значит по ней будем считать. Как бы такое понимание здесь возникает, что как бы все обнуляется заново. И мы на 31 декабря снова смотрим на эти долги, как на новые. Как будто мы каждый раз их первый раз видим. Не учитывая того, что пришло, ушло. То есть смотрим просто на то, как они сложились на 31 марта. И опять начинаем их так же считать. Опять смотрим те долги, у которых срок с 46 дня по 90 и свыше 90. Ну, до истечения срока давности. И поэтому получается в этой ситуации, опять здесь, например, у нас там 200 получилось. Много долгов нам вернули. А вот эта ситуация здесь, например, задолженность у нас изменилась. Ну, не изменилась, тоже, допустим, часть вернули, чтобы поменьше. Например, 600 единиц. К примеру, вот такая ситуация. Опять тот же самый механизм. Из первой группы 50% 100 единиц. Из второй полностью 100%. И там 800 единиц. Допустим, такая ситуация получилась. Опять нормируем. Но, например, теперь берем доходы за первый квартал 2012 года. Умножаем на 10% и получаем вот этот норматив. Сравниваем этот норматив с нашим резервом. Выбираем наименьшую из этих сумм, как всегда. И если, например, все-таки мы можем выбрать эту сумму фактическую 700 единиц, то что у нас в результате этого получилось? Остаток резерва прошлого периода был бы 750 единиц. Новый резерв 700 единиц. Вот тут налоговый кодекс и говорит, если сумма вновь созданного резерва меньше остатка предыдущего резерва, то разница между ними должна восстановиться. Мы должны эту разницу поставить во внереализационный доход. То есть, по сути дела, 150 единиц у нас попадает в доход. Если сумма вновь созданного резерва меньше остатка предыдущего, он уменьшился, значит, говорит, восстанавливайте. А вот если бы, например, здесь в качестве резерва у нас возникла сумма, например, 900 единиц мы посчитали, то тогда, получается, был резерв один, и следующий резерв у нас увеличился. Значит, мы должны тот резерв дорастить. Поэтому, если разница вновь созданного резерва, если вновь созданный резерв больше остатка предыдущего резерва, то разница не между ними, попадает во внереализационный расход. Поэтому, во втором случае, во внереализационный расход мы резерв положим в разницу 50 единиц. То есть, на самом деле, здесь работает та же логика, что у нас и в бухгалтерском учете. То есть, по идее, если мы, например, с вами ведем вот этот 63 счет, аналогично, например, налогу на прибыль, то, допустим, создали мы резерв 850 единиц. В следующий резерв, на следующую дату у нас получается 700. Что в этом случае? Чтобы выровнять этот резерв, получается, мы в этом случае должны, но я немножко как бы не с доходами расходу, но они у нас аналогично дорождаются. В этом случае я должна 150 единиц положить в расходы, и того резерв становится 700. Но вот эти-то операции, они же работают у нас каким образом? То есть, у нас получается 9.63, кредит 91. Вот логика та же самая абсолютно здесь заложена. И в бухгалтерском учете восстанавливается резерв, но как он идет в доход? А если, например, у нас резерв наоборот увеличивается, и нужно сделать 900, значит, мы попадаем сюда, у нас становится резерв уже 900 единиц. Но вот эта ситуация говорит о чем? В этом случае мы как бы еще раз в расходы и увеличили резерв на 50 единиц. А здесь 150. Вот она суть, та же, что и в бухгалтерском учете, но написана налоговым языком, только из этих соображений. И так у нас резерв и плавает. Вот в этом может быть и неудобство порой налога на прибыль, и те организации, которые, например, год посоздавали резерв, а в следующем году восстанавливают, говорят, ну, нам это не очень интересно. Экономил, экономил, в первом квартале заплатил все, да, к примеру. Но есть организации разные, у которых задолженности примерно одинаковые, устойчивые, и наблюдается рост выручки, при этом вот эта предельная величина не дает возможность из-за предельной величины дохода уменьшать сумму резервы. Поэтому организация все время плывет примерно на одной величине этого резерва, и он позволяет ей так оптимально уменьшать налоги. И с этим резервом можно идти из года в год. Если нет желания создавать такой резерв, например, год вы закончили, считается так, если в следующем году уже не будете создавать такой резерв, на конец года надо восстановить. Но если вы в следующем году будете создавать резерв, значит, вы год идете с этим резервом, и если предполагаете с 2013 года отказаться, то на конец года восстанавливаете. То есть вот такая практика у нас, не практика, а такая вот позиция у нас в налоговом кодексе. Поэтому просто еще раз понимать, для целей бухгалтерского инновационного...